Поэтому недвижимость падает, и можно реально в центре города, на вашем Воронке, вам в любом случае, как вас зовут, как ваше имя, отчество? Галина. Галина. Галина, вам в любом случае надо начинать новую жизнь, да? Новая жизнь и новые квартиры для жителей аварийных домов на Дальнем Воронке. Как приобрести достойную жилплощадь взамен той, что предстоит покинуть? Представители администрации городского округа и председатель Совета депутатов Мария Тарасова встретились с жителями, чтобы ответить на их вопросы вместе с риэлтором Олесей Рудаковой. Действительно, сейчас продается все больше квартир, то есть как мыльный пузырь, то есть покупатели никуда не идут. Ведь недвижимость, она не зависит от курса доллара, от какого-то, да, от процентных ставок, ничего не зависит. Она зависит от спроса. А уже спрос зависит от курса доллара, от процентных ставок, от всего. Напомним, продолжается первый этап переселения жителей Дальнего Воронка. Это подписание документов на выдачу жилищных сертификатов. Стоимость квадратного метра по программе переселения составляет 130 тысяч 185 рублей. Светлана Брусникина уже подобрала для себя несколько вариантов. Я жду, не дождусь, когда уже подпишу. Я, например, лично от себя хочу сказать, очень довольна. На самом деле, не понимая, что 130 тысяч квадратный метр – это очень хорошо. Вот поймите, правда. И я поэтому очень благодарна администрации, что такая все-таки цена 130 квадратных метров. Да еще они мне прибавили квадратный метр. Светлана – собственница квартиры площадью 31 квадратный метр. Но сертификат она получит на 33 квадрата, так как это минимальная оценочная площадь жилья по программе переселения. «Квартир очень много. Вот на моей даже 4300 спокойно есть. Спокойно есть. Ей 3900 даже есть. Спасибо всем. Вот еще тут, оказывается, у нас риэлтор можно. Это я… Это просто… Да, сегодня вот Алиса видно? Да. Вообще-то где видно такое, чтобы вам еще дали риэлтора в помощь? Да. Я впервые вижу такое. Я в свою жизнь три раза продавала, три раза покупала. Но почему-то никто мне вообще вот не помогал так. Конечно, мы можем как специалисты помочь сторговаться, допустим. Сейчас рынок какой? Сейчас цены громадные. И почему жители сейчас волнуются? Они говорят, мы, может быть, не купим на эту сумму ничего. А получается, всегда продавец хочет подороже продать, а покупатель подешелее купить. И всегда вот эта… Ну, пропасть сейчас – это максимальная. Почему? Потому что те цены, по которым продавцы продают, не соответствуют тех цены, по которым покупатель может купить. И тот человек, который имеет рядом с собой профессионала, который качественно может поторговаться, привести соответствующий аргументированный торг. Потому что если ты просто скажешь, скинь мне миллион, ну кто же тебе скинет? Никто не скинет, да? Но когда ты говоришь, смотри, вот еще пять квартир таких, да, вот они были проданы по такой-то цене. Вот сейчас средняя стоимость падения рынка, там, 100-150 тысяч в месяц составляет по городу стоимость падения рынка, да. Вот твоя квартира по сравнению с другой, вот такая-то, такая-то. И уже вот этот анализ дает и представление и самому продавцу, и как раз риэлтору со стороны продавца, аргументируя торг, мой как, то есть я как специалист могу помочь. На встречах с жителями, которые будут проходить каждый четверг по адресу Щелкова, улица Советская, 48, Олеся будет рассказывать в том числе и о том, как продать квартиру самостоятельно и сэкономить на комиссии агента. Анна Наприенко, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.